Всем привет! Это новый выпуск подкаста Кипяток. Сегодня ведущий я, Оля Проскурина. И я, Антон Трякин. Сегодня мы обсудим все, что касается темы наставничества и организации «Наставник у моря». Вообще, она говорила, что сделает подводку. Ну ладно, давайте поговорим о том, кто вообще такие наставники, зачем они нужны, в чем наша суть, чем мы занимаемся. Наверное, с самого простого, кто мы? Мы такие же студенты, как и вы. То есть, не какие-то там богоизбранные люди, которые внезапно снизошли на вас и будем вести вас по пути, скажем так, становления истинными студентами ДВФУ. Но мы можем помочь вам в первоначальной адаптации, мы можем рассказать вам, куда ходить не надо, что делать не нужно, чтобы вас не выгнали с общежитий, как нужно вести себя, в том числе, на парах, с какими-то, возможно, преподавателями. Бывают вопросы, в том числе, кто там, например, самый валящий препод, да, самый популярный. Топ-15 вопросов для наставников. Что делать, если преподаватель внезапно начал спрашивать то, чего вы не учили? В том числе, мы можем помочь вам, как бы это ни было банально, но с ориентацией на кампусе, мы можем помочь вам узнать, что делают в больнице, например, кампусной, которая на Маломаяксе, что там не делают, зачем туда ходить, зачем не ходить. Я бы, наверное, сначала в общих чертах рассказала, что наставничество — это про поддержку, потому что все мы понимаем, что ещё дети, которые вот только-только выпустились со школы, бывает сложно им резко взять и окунуться во всю взрослую жизнь, когда ещё вчера ты жил под крылом родителей, готовился к ЕГЭ, а сейчас ты уже вот такой взрослый человечек, который должен решать какие-то взрослые проблемы. И мы в том числе явились на помощь вам, на помощь абитуриентам, первокурсникам в будущем, точнее абитуриенты, которые стали первокурсниками, чтобы во всём этом взрослом мире ориентироваться, а непосредственно в той части взрослого мира, которая конкретно касается ДВФУ или колледжей, потому что наставник умори — это теперь не только про ДВФУ, это ещё и про колледжи. Ну, в принципе, правда, что сказать про адаптацию. Мы, наверное, ещё выступаем этакими, не то чтобы воспитателями, скорее, знаете, вожатыми. Вот вожатые — это прям вот мы, только иногда более душные, потому что вожатые иногда бывают такими классными, но мы тоже крутые, не надо. Ну, на самом деле это вот такое большое распространённое заблуждение о том, что мы — это какие-то очень строгие люди, которые вот как преподкокураторы, или там как мама и папа. Нет, это не так. Нужно понимать, что наставники — это такие же реально студенты, ты уже говорил об этом. Мы не какие-то люди, которые ответственные за первокурсников, которые будут очень жёстко их контролировать, наблюдать за ними, каждый шаг буквально там как-то просматривать. «Нет, это не так». Плюс всё-таки к наставникам мне нужно относиться как к родителям. У нас есть внутренние приколы. Своя жизнь. Я говорю о том, что мы своих старших наставников, которые нас обучали, называли мамами, но это скорее, опять-таки, такой мем, локальный прикол, локальная шуточка, но на самом деле наставники для первокурсников — это скорее старшие братья, старшие сёстры. Это реально вот как такие вожатые, которые вроде бы и с вами на одном уровне, но всё-таки знают чуть больше, чем первокурсники, и именно поэтому могут им помочь. Думаю, что нужно рассказать о том, почему мы стали наставниками, потому что, возможно, когда люди видят нас, когда первокурсники видят нас, они бегают в шоке, не понимают, кто мы и почему мы — это те, кто мы есть. И, наверное, вот ты знаешь точную причину, почему ты стал наставником? Да. Расскажи. Ну, у меня всё просто, на самом деле это было максимально такое, возможно, импульсивное решение, но с самого начала, как у меня появились мои наставники, я такой, они делают прикольную работу, мне вот хотелось бы тоже попробовать, возможно. У меня не было какой-то причины, я не надеюсь на получение там социальной, ой, не социальной, а как это, общественной стипендии. Хотя многие из моих первокурсников действительно думали, что мне за это платят. Я не знаю, почему и откуда они это взяли, но я искренне уверяю всех, кто это посмотрит, поверьте, если бы мне за это доплачивали, я бы работал ещё усерднее, хотя куда уже. Но я делаю это просто потому, что мне нравится, наверное, всё. У меня нет каких-то особых причин. Я на самом деле тоже не могу найти для себя какую-то одну причину, почему я стала наставником. Наверное, это просто какое-то человеческое чувство, когда ты сам получил какую-то большую поддержку, помощь, ты осознал, насколько комфортна была твоя адаптация, вот это твое пребывание начальное в ВУЗе, твое погружение во всю вот эту вот внутреннюю деятельность, и в том числе учёбу, и организацию этой учёбы. И мне просто захотелось помогать и делать то же самое, также, так скажем, упрощать жизнь первокурсникам. И на самом деле это очень классное чувство, когда ты понимаешь, что ты реально важен, что ты реально помогаешь, что ты отдаёшь какую-то часть себя людям, которые тебе уже стали абсолютно совсем точно небезразличны. Это очень приятно. Мне это прямо... Я ещё ни разу не пожалела о том, что стану наставником. И всех приглашаю становиться наставниками. Приходите к нам. Подписывайтесь на официальную группу ВК, наставники у моря. Там будут все новости, в том числе, как стать наставником самому. А совсем скоро начнётся отбор. ЛШН. Об этом вам сообщат. Свыше. Теперь, я думаю, нужно обсудить вообще, как становятся наставниками именно с точки зрения организации учебного процесса для нас. Потому что, ясное дело, нельзя просто взять какого-то человека и насильно надеть на него классный голубой свитшот небесного цвета и сказать, что всё, теперь ты наставник. На самом деле, нас обучали. И это был очень интересный такой период в жизни. Потому что обучение для наставников — это... Вообще, наставники, в целом наставники ДВФУ — это огромная классная комьюнити, в котором очень много людей из самых разных школ. И сначала вас отбирают, потому что, опять-таки, анкетирование — это самая база. Не каждый абсолютно человек может стать наставником, особенно если он, ну, так скажем, если ему всё равно на том, чем наставники занимаются. После анкетирования начинается непосредственно учебная часть. Как правило, она делится на два этапа. Это летняя школа наставников, а осенние школы наставников. И в каждом этапе, который состоит из нескольких дней, есть часть лекций, часть практик. И это очень круто. Ты помнишь наши практики? Как наши старшие наставники показывали нам различные... Как сказать? Как это? Тренинги. Различные тренинги. Но это не совсем тренинги. Упражнения. Упражнения на знакомство, на сплочение коллектива, чтобы сплотить огромную команду наставников Шиган, в том числе нас с тобой. Я наставник журналистики. Ты наставник... Наставник теологии. Вдруг ты забыл. Да. Вот. А то же самое происходило в других школах ДВФУ и также в колледжах. И на самом деле много из... Многие из тех упражнений, которые нам показывали, и на которых старшие наставники нашу команду сплочали, мы использовали на наших первокурсниках. И это было очень круто. В принципе, всё наше обучение было построено так, чтобы сама команда наставников стала очень сплочённой, чтобы между нами был какой-то дикий коннект. И нашим старшим наставникам это, безусловно, удалось. Мы до сих пор все общаемся, и это очень круто. Потому что если есть связь между старшими наставниками, если есть связь между наставниками, то у них будет и общий коннект со своими первокурсниками. Также, разумеется, это лекции, потому что есть, безусловно, теоретическая часть, которую должны знать все. Это лекции непосредственно для нас и лекции, которые мы будем рассказывать первокурсникам. Опять-таки, что можно делать, что нельзя делать, а что делать, если мне не пришла стипендия, а где мне взять справку, а что сделать, если у меня перегорела лампочка, а что делать, если у меня возник спор с охранником. А вот подскажите, пожалуйста, а где находится такой-то кабинет? Это всё мы должны знать. А как это ещё узнать, кроме как не из лекций и не увидев своими глазами? Ну, собственно, что ещё сказать? Наверное, что, несмотря на то, что обучение наше было недолгим, оно всего там по три дня, летняя школа и осенняя школа, они длятся каждые три дня, насколько я правильно помню. Несмотря на это, это всё равно помогло создать, возможно, один из самых крепких таких коллективов. И в будущем с первокурсниками использовали не всё, часто из-за нехватки времени, потому что у первокурсников в первые дни особенно загружены разнообразными лекциями, на которых им объясняют, в том числе и взрослые лекторы. Много чего о самом институте, много чего объясняем мы сами. То есть у нас нет, как таковой, строгой программы, которую мы должны преподать первокурсникам, но есть определённая база, с которой мы им даём. То есть, как уже сказала Оля, это такие основные вещи, основные претензии, которые собираются каждый год, определённые, скажем так, ситуации. Часто они не особо красивые, часто неприятные, но тем не менее они имеют место быть, и чтобы первокурсники не терялись, когда, не дай бог, в них попадут, они знали, что им делать. И также обучают, чтобы мы знали, что в них делать. Из обучения нашего, наверное, всё. Если хотите узнать подробнее, приходите сами, всех будем рады видеть. Наставники всегда нужны, наставники всегда важны. Да, попробовать себя в роли наставника, я считаю, что может абсолютно каждый. Понять, что тебе это не подходит, и уйти можно всегда. А вот ругать себя за то, что ты не попробовал, это, конечно, уже будет потруднее с этим справиться. Кроме того, сама школа наставников это какое-то просто безумно крутое мероприятие. Я с такой любовью, с таким теплом вспоминаю как летнюю школу наставников, так и осеннюю. Это очень круто. И огромное спасибо нашим старшим наставникам. Это любимая Лиза и любимая Даша. Это просто, это любовь. А теперь рубрика «Самые крутые истории, связанные с первокурсниками». Я начну. Я сейчас, на самом деле, думала, какую же историю мне рассказать, потому что никаких страшных, кринжовых, трэшовых историй у меня не было. У нас наставников журналистики и первокурсников журналистов не было. Надеюсь, и не будет. Я думаю, это такая достаточно личная для меня история. В общем-то, обсудим премию наставник года. Я очень сильно хотела получить звание наставника года. Я прям очень сильно заморочилась. Я горела этой идеей, этим желанием просто безумно. Но, к сожалению, всё сложилось так, что я её не получила. Мы, точнее, наставники ШИГН, школы искусства и гуманитарных наук, получили премию «Лучшее адаптивное мероприятие года» за наше безумно крутое посвящение студентов в стиле Гарри Поттера и Хогвартса. Это было круто. Но свою личную премию я, к сожалению, не забрала. Я очень расстроилась. Я пыталась себя беспокоить, но у меня не получилось. Но я почувствовала какую-то безумную поддержку от своих первокурсников. И, наверное, в тот момент я даже поняла, что на самом-то деле никакая премия мне и не нужна, когда есть такие люди, которые меня поддерживают. Но самое главное, спустя какое-то время после этого староста первокурсников-журналистов сказала, что вот в такое-то время вам нужно прийти туда-то туда-то, наставники-журналисты, очень срочно подойдёте. И я такая, блин, ну ладно. И эти маленькие журналисты вручили мне лист А4, который был безумно как-то классно расписан в каком-то каллиграфическом интересном стиле. И, в общем, там было написано, что грамота лучшей наставницы года, проскуренная Ольга, наставнику журналистики. И я просто, я так поплыла. Она лежит у меня до сих пор в комнате, и я её ещё своим внукам буду показывать. Это просто очень круто и безумно мило. Наверное, это самая вот приятная, бомбезная история из моей практики. Просто очень здорово. Ну, у меня, к сожалению, меня так мои первокурсники не порадовали. Хотя очень бы хотелось. Я с вами всё-таки столько всего прошёл. И столько всего вам рассказал. А вы? Ну, из таких историй. У нас как бы группа была очень такая, ментально взрослая. Поэтому они особо даже меня, как сказать, они особо меня не трогали. И вот мы с ними провели несколько мероприятий. И несмотря на то, что... Некоторым, кстати, у меня вот странная группа получилась. Потому что у меня был человек моего года рождения, то есть второго. У меня был человек, который... Трое, по-моему, человек, которому вообще 18 ещё не исполнилось. И была девочка, которая 16 только исполнилась. Или 17, по-моему, 17 только. Вот. И несмотря на всё это, они чрезвычайно быстро как-то заобщались. Вот у нас с моей группой так не было. Возможно, они это сделали на фоне противостояния мне. Не знаю. Как бы выбрали одного противника. Против меня начали топить. Потому что... Но несмотря на, скажем так, такой вот вайб, они всё равно со мной прекрасно общались. Хоть и поначалу они были такие, как я уже говорил, снулы какие-то, грустные все. Нам удалось с моей наставницей Лизой. Всегда спасибо тебе большое за поддержку. Несмотря на собственные заморочки. Всегда поддерживала, всегда была рядом. Всегда помогала. Несмотря на всё это, как бы у нас получилось быстро с ними найти общий язык. Быстро так дружно заобщались. Они обращались ко мне не только по поводу учёбы, но и так по поводу, скажем так, жизненных советов выдавать. Рассказывать я их не буду по понятным причинам. Но скажу так, это был очень интересный опыт. И несмотря на то, что мы не сохранили с вами контакт, спасибо вам. Вы у меня были первые. Я у вас был первый. Я надеюсь, я оставил о себе больше положительных впечатлений, чем отрицательных. Ну и спасибо вам, наверное, за такой опыт. В принципе, как таковых особых ситуаций, слава богу, не было. Но я надеюсь, что если я пойду ещё раз наставником, я, наверное, пойду в следующем году, то группа, с которой я буду в этот раз, будет ещё больше, ещё более сплочённой, более радостной и счастливой. Ну, наверное, всё. Сейчас расплачусь. Всё, ладно. Блин. Я как начинаю всякие от этих моментов вспоминать, у меня прям реально. Я прям... Я не знаю, я никогда просто не чувствовала такого вот сплочения, такой дружной атмосферы, такой милой, всеподдерживающей. Это... Это очень здорово. Итак, поскольку я надеюсь, что после этого подкаста число наставников заметно преувеличится, я думаю, что нам нужно дать советы от таких наставников постарше, наставникам помладше, чтобы практика ваша была ещё более крутая, более простая, более уверенная. Итак, мой совет — это не брать на себя слишком много ответственности и, работая в команде со своим напарником-наставником, обязательно ровно, по силам распределять все свои обязанности, потому что если ты, неважно, наставник ты или просто человек, не находишься в гармонии с собой и своими силами, ты не сможешь выстроить адекватную коммуникацию с первокурсниками, а это всё-таки наша самая главная обязанность. В общем, всегда выполняйте то, что вам по силам, а если вам что-то не по силам, обязательно просите помощи, потому что просить помощи — это не стыдно. Ну, я, наверное, всё-таки соглашусь, хотя слава всему, что можно славить, я не столкнулся с проблемами распределения роли, у нас это как-то само произошло, не знаю, сошлись, наверное, характерами, возможностями. Из такого простого, если вы всё ещё сомневаетесь, идите или не идти, идите. Поверьте, вы очень многое можете получить от вот этого небольшого промежутка времени, как в эмоциональном плане, так и в плане просто какого-то жизненного опыта, так и в плане, возможно, мало ли, кем вы будете дальше в жизни продвигаться. Возможно, вам это поможет и в будущем. Настроить контакт с младшими подчинёнными, например, очень... На будущее очень большой задел получается. И из такого, наверное, прям для наставников не бойтесь проявлять себя, потому что если вы будете стесняться и думать, что вот это не для меня, вот здесь я, возможно, буду излишне выделяться, здесь у него, по идее, лучше получится, поверьте, это не приведёт к каким-то значимым последствиям. Если вы хотите действительно получить от этого какой-то кэшбэк, какой-то бэкстейдж в свою жизнь, чтобы у вас было что рассказать, было что вспомнить, то обязательно проявите себя. Возможно, для вас это не характерно. Выйдите из зоны комфорта. Вы получите намного больше, чем потеряете в любом случае. И в любом случае это будет положительно сказываться на вас, на вашем характере. Возможно, это поможет вам самим измениться в лучшую сторону, так как вы давно хотели, но у вас не было повода или не получалось. Наверное, на этом всё. Да, просто будьте собой, потому что все люди ценят других людей именно за то, какие они есть на самом деле. И именно поэтому важно оставаться тем, кем ты являешься. Это не значит, что меняться не обязательно. Меняйтесь, но всегда следите за тем, чтобы вы менялись только в лучшую сторону. Идите к успеху. А мы всеми наставниками будем ждать вас в своих рядах. Возможно, как старших будущих наставников. Возможно, просто как наставник. Возможно, часть команды. В будущем. Всем спасибо. На сегодня у нас всё. С вами были Оля и Антон.